Всем здравствуйте! Я немножко сегодня хочу поделиться своими секретиками. Это формула, к которой я пришла. Я расскажу вкратце свою выдержку, свою формулу, что мне подходит, каким правилам я прибегаю, придерживаюсь, что на мне работает. Это все же индивидуально. Но сразу отмечу, что желательно и вообще рекомендовано делать это все вместе и сразу. Не одно правило какое-то взять и выполнять его. Все в комплексе. Потому что оно, по сути, одно за другим тянется. Если вы хотите, например, взять аскизу какую-то, резко изменить свою жизнь, чувствуете, что вам нужен прорыв, шаг, пинок и все прочее, выпишите эти правила, просто начните их, запишите на листочек перед глазами, повесьте. И попытайтесь сделать себе челлендж, например, 20 дней жить по этим правилам. Потом поанализируйте, что пойдет, что не пошло, в чем было сопротивление, что в пользу, скажем так, не пошло, в чем была трудность. Там, где сопротивление и трудность была, там вам пунктик поразмышлять на эту тему, в чем там проблема, говорит о том, что у вас там есть какое-то застревание в этой теме, а есть над чем там поработать. То есть вам сигнал такой будет. Первое, это вообще просто классика жанра о том, что я не помогаю и не даю советов, если у меня об этом не спросили и не попросили. Скажу честно, до недавнего времени, еще парочку лет назад, это было трудно мне делать, в сферу еще, в силу своей деятельности, но меня этому научила практика, моя жизнь. Я просто стала для себя отмечать, что очень много ситуаций, когда я искренне с желанием помогаю людям. Ответ, человек очень любит сесть на шею, попросить еще больше, или считает, что я что-то должна и обязана вообще человеку помогать. У меня появились такие какие-то вокруг меня в обществе знакомые люди, я это отследила, прорефлексировала в себе, сделала выводы, поняла, так, Галя, все это правило мы берем более жестко, более ответственно и реально. Я условно, у меня есть возможность помочь человеку, предложить помощь, но пока он меня не спросил, я этого делать теперь не буду. Я научилась принимать людей и больше не пытаюсь их переделать или подсказывать, что бы им было рекомендовано поменять в их жизни или что-то в таком роде. Даже если это страшный, ужасный человек, даже если он делает какие-то ужасные поступки, если я о них узнаю, я просто делаю выводы и перестаю с человеком общаться. Но я не пытаюсь найти какую-то истину, в своей голове его как-то оправдать, или с ним об этом поговорить, что-то выяснить. Мне наплевать. Мне наплевать у каждого свои причины, каждый делает свой выбор. Жизнь каждого человека – это его дело, узкое его, вот, индивидуальное. Меня это не касается. Моя зона ответственности – я, мое благополучие, мой ребенок, потому что он несовершеннолетний, я просто и юридически, и морально за него еще несу ответственность, но потихонечку даю какую-то свободу по мере взросления ребенка. И моя зона ответственности – это моя собака еще, да, потому что она не человек, ее там кормить надо и все прочее. Даже мой муж – это уже другой человек, это не моя зона ответственности. У него тоже есть своя зона ответственности, куда входит там ребенок, тоже собака и так далее. Но я не даже на его территорию с советами или еще с чем-то не лезу. Даже учитывая, что я этого человека люблю, хочу, чтобы у него все было хорошо. Пока он мне не придет об этом, не спросит, я не лезу, я наблюдаю. Но при этом я поддерживаю, я принимаю его таким покойным действием. Даже я вижу, как решить, ну, например, с психологической точки зрения какой-то вопрос, что как я не лезу с предложениями никогда, я вижу, что он не справляется, я просто его поддерживаю, говорю, да у тебя все получится, все будет нормально и так далее. Я не даю никогда решения какой-либо ситуации, хотя, может быть, он, наверное, это ждет. Я его учу, в принципе, да, если тебе нужна помощь, о ней просить или оповещать о своем желании, говорить, что тебе бы хотелось, да. То есть условно не молчать и, не знаю, это еще история у многих из детства, да, мы не можем просить помощи, это какая-то слабость и так далее. Я себе это научила, если мне нужна помощь, я ее спрашиваю и научила себя не лезть с ненужными советами, комментариями или еще с чем-то. Следующий пункт, я вот не переделываю людей, и если возникает какая-то проблема или ситуация, которая мне не нравится, и я понимаю, что исправить я ее не хочу, не могу, там, не заинтересована, нужно, короче говоря, да, подставить, то я просто ухожу из этой ситуации или перестаю общаться с этим человеком. Я ничего не выясняю, ничего никому не перестала доказывать, мне это не нужно. Я просто делаю выводы и удаляюсь. Я могу, да, контрольно там попробовать решить вопрос, ну, точнее, я скажу, там, мне не нравится, тра-та-та, вижу, ситуация не меняется, мы подняли эту тему, я вижу, человек не настроен или как-то вообще категорично на это все отвечает, типа, там, отвали, например, она ничего не имеет, ну, окей, твой выбор, пожалуйста. Я просто удаляюсь. И с каждым, это сначала было довольно-таки трудновато делать, но когда у тебя растет самооценка, ты перестаешь потом это анализировать, циклиться на этом, мысли в голове такие гонять, и ты выходишь на уровень автоматизма, у тебя новые нейронные связи, поэтому ты это делаешь гораздо проще, легко, и, по сути, не паришься в таких ситуациях, и гораздо легче жизнь становится. Следующее правило, я не делаю то, чего мне не хочется. Я всегда себе задаю контрольный вопрос, я это хочу или мне это надо. Если вопрос, я хочу, ответ, да, да, я хочу, я делаю без проблем, это мое истинное желание. Если ответ, я не хочу, но это нужно сделать, потому что... Это мы, кстати, на лектории как-то разбирали про хочу и надо, очень полезный река лектории был, кстати, можно повторить, если кто хочет. Короче говоря, про истинное желание, это делает нас счастливыми. Я просто себе всегда контрольно задаю вопрос, мне это надо, для чего-то, для кого? Если надо, то для кого я это делаю, если не для себя? Зачем мне нужно для кого-то или для чего-то что-то делать? И вот на эту тему потом, собственно, размышляю. Так что, если мне эта конкретность что-то не хочется, я никогда себя не заставляю. Вплоть даже до элементарных бытовых каких-то моментов. Вот не хочется мне сейчас помыть посуду или еще там, я не знаю, что это сделать. Не буду. Пройдет 10-15 минут, может, мне потом захочется. Я потом, например, найду с собой компромисс или перенесу эту сделку на какой-то промежуток времени, там, через час я это сделала. Но не в тот момент, когда я точно считала, что мне этого делать, ой, как не хочется. Вот прям вообще не заставляю себя. А если вы скажете, ну, таких ситуаций не часто бывают, а вот на работу идешь, ну, не хочется. Ты же не можешь не прийти, тебе там штраф будут или тебя уволят. Так это к вам глобальный вообще вопрос тогда. Почему ты идешь на работу, в которой тебе не хочется идти? Так, наверное, ты занимаешься не тем, что ты хочешь. Ты не хочешь этой работы, тебе она не нравится. Так это повод сменить работу и поменять свою жизнь. А не сопротивляться, мучиться, жить в этом сопротивлении, и заставлять себя делать то, что ты не хочешь. Считывайте эти сигналы, пожалуйста, ваших желаний. На наших желаниях вообще наша жизнь держится. Это вот себе свои желания позволяют те, кто себя любит, кто научился любить себя и принимать. Не заставляет делать то, что не хочет, живет, как он хочет. Жизнь только для вас, только ваша, даже не для ваших детей или людей, которые от вас зависят. Жизнь для вас. Как вы ее строите, что вы в ней делаете, вы это делаете для себя, не для них, не для окружающих. Просто если делать наоборот, то потом возникают фразочки от детей. Мама, зачем ты жила с папой алкоголиком? Ради меня не надо было. Я вообще ждала, когда вы разведетесь. Или мама зачем-то почему-то на работу не ходила, не реализовывалась. Нас там с братом, с сестрой в школу водила по кружкам, все прочее. Нам вообще это не надо было. Мы вообще на кружки эти ходить не хотели. Ты нас заставляла. Мы бы вообще хотели во дворе в футбол играть. Нам бы было достаточно. И вот поэтому еще следующий пункт. Я стараюсь удовлетворять свои желания, а не игнорировать их. То есть, когда я вот задала себе вопрос, хочу ли это, то чем я чаще делаю то, что я хочу, у меня больше рождается желание, понимание себя, слышать свои желания научилась я. И вот если я здесь и сейчас захотела и удовлетворила свои желания в той или иной форме, то это очень хорошее чувство облегчения, чувство своей силы, что ты очень многое можешь. Это очень приятное чувство. И я поэтому стараюсь не избегать своих желаний или перехотеть стараться, затыкать себе вообще горло, говорить. Я вообще максимально проговорю. Даже если я сейчас это сделать не могу. Но озвучить, проговорить свое желание, я могу, имею на это право. Никто не запрещает мне мечтать и хотеть. Если я его сейчас проговариваю вербально, я его уже на один шаг ближе к реализации и материализации свое желание подталкиваю. Если я сейчас проговорила, ну может быть через год, через месяц, еще через какой-то промежуток времени, я смогу его реализовать. Поэтому не надо бояться желаний затыкать себя. Надо о них говорить, хотеть. Вот там картины, вот эти всякие карты желания и вся прочая. Это по сути про это, да? Но для начала вообще не запрещайте себе что-то хотеть. Нам помогают и учат запрещать свои желания наши родители. Удобен тот ребенок, который ничего не хочет, ничего не требует, который помалкивает. Потом мы учимся вообще всегда молчать и ничего не хотеть. А потом сталкиваемся с тем, что мы пошли в институт, никуда хотели, а по обстоятельствам с подружкой за компанию. Мама посоветовала, у дяди там знакомый был. Выбираем работу точно так же. Ну диплом же у меня есть. Ну и что, что мне это не нравилось. Ну возьму тут нормально денег платят. Выйду замуж не за того, кого я люблю или хочу. А ну неплохой, перспективный. Мама сказала, надо. Да и вообще вообще родственники давят, надо выходить замуж. Чащики тикают, время идет. В общем, надо за это браться и так далее. И мы условно перед смертью задаем себе вопрос, что было по твоему желанию? Да нифига не было. Ты прожил жизнь свою, просто потратил на желание других людей, на то, как тебя хотят видеть, как тебя хотят слышать, на то, чтобы ты был удобным ребенком, женой, мамой, там еще неизвестной. Далее. Я не подавляю свои эмоции. Учусь пока что еще это делать. Стараюсь максимально. Я, если хочу смеяться, смеюсь. Если хочу плакать, плачу. Если хочу злиться, злюсь. И если у меня нет возможности физически или как-то вербально эти эмоции прожить, ну, там, в обществе где-то нахожусь, там еще что-то, да, где надо себя, по сути, социального фактора сдерживать, то я хотя бы это не явно про... Я проговариваю словами это. Это очень помогает. Это, по сути, уже половина того, что ты это прожил. Я эмоции, свои чувства не запихиваю куда-то, а работаю с ними, разрешаю себе все. Чувствовать. Если нет возможности в данный момент какой-то социальной такой, да, это прочувствовать, прожить, прорать, например, то я это проговариваю. Например, я сейчас злюсь, я негодую, я очень расстроен, и что-то такое, да, если я не могу это проживать. Или не так радостно, мне так хорошие эмоции, как бы, да, позитивные, про добро, радость и все прочее, тоже желательно вообще акцентировать себе внимание на то, что у тебя эти, алло, эмоции есть, ты не робот, ты не труп, ты живешь. Пока мы испытываем эмоции, это вообще сигнал того, что мы живем, мы эмпатичны, с нами все в порядке, и у нас, назовем так, ряда психических расстройств нет, потому что при некоторых там эмоции отключаются. Я перестала тратить время на трагедизацию в масштабах вселенной, то есть, если у меня сейчас какая-то там беда, трагедия, проблемы эмоционально там, да, ты переживаешь, я всегда думаю, ее масштабирую, а вот в масштабе страны, в масштабе мира там, в масштабе моей жизни, через год, через день, через месяц, через 10 лет, это будет так же важно для меня? А как я посмотрю на это через вот этот промежуток времени, да, а, наверное, может быть, никак и не отреагирую, для меня это уже будет неважно, тогда вопрос, зачем мне сейчас над этим так сильно переживать? Всякие подобные трудности я вот этими масштабами, ну, это обычный прям психологический, это очень помогает, работает, я всегда это увеличиваю, смотрю, и это все теряет сразу, меркнет, потому что наши проблемы, как правило, они бытовые, они очень мелкие, мы не властители судеб, мы обычные люди, и это не проблема в масштабах там стран, геополитики, так что наши проблемы очень маленькие на самом деле. Так что желаю вам тоже научиться так смотреть на проблемы, их минимализировать, учитывая тем, что мы их раздуваем. Также я рискую, выхожу из зоны комфорта, потому что без риска, вот это вообще самое важное, что я люблю эту фразу, без рисков нет развития и прогресса. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, кто не рискует, ничего в итоге не получает, кто не рискует, сидит на месте и стагнируется, дай бог, не деградирует, да? Кто не рискует, в итоге ничего не получает, у него есть, дай бог, он сохраняет то, что у него есть сейчас. Очень часто получается, что еще и теряет по дороге, даже сохранить не получается. Поэтому без риска никакого прогресса нет. И вот буквально мне недавно спрашивали близкие люди, мои старые знакомые, мы много лет не видели, для себя был вопрос, типа, ты как-то так рискнула когда-то переехать в другую страну, это так тяжело, ты не жалеешь об этом, вообще-то страшно было. Я словилась она мыслью, что нет, я не жалею вообще. Если бы я не рискнула, то у меня бы не было той жизни, которая у меня есть сейчас. Я бы не стала тем, кем я есть сейчас. У меня бы не было YouTube того же, я бы вам сейчас это все не рассказывала. Мне даже трудно вообще спрогнозировать, представить, какая бы была моя жизнь, если бы я не переехала. Не знаю. Я просто не знаю. И не хочу это знать, мне это неинтересно. Я вообще в прошлом не живу. И зачем думать о том, что могло бы быть? Ну, не было и не было, все, забыли про это. Не надо даже об этом фантазировать. В общем, интересные размышления. Я вообще ни разу не жалею о том, что я рискую. Я вижу, это тяжело. Это выход из зоны комфорта. Это очень дискомфортно и страшно. Но преодолевая это и рискуя, всегда показывает практика. Потом, взамен, ты получаешь какие-то ковришки, выгоду. Ты получаешь какой-то позитивный, хороший результат для себя. То есть твой риск всегда окупается. Как минимум, даже если будет неудача, ты получишь опыт. И самое последнее, это здоровый эгоизм. Я просто приняла и поняла, что я живу в первую очередь для себя. Если мне будет плохо, мне будет некомфортно, я буду страдать, мне будет неудобно, нехорошо, то моим близким от этого лучше не станет. Им тоже будет плохо. Потому что, как сейчас модно говорить, я буду не в ресурсе. Я им чем-то помочь не смогу. Я не смогу с ними нормально разговаривать, если я буду злая, дерганная, нервная. Или я не смогу заботиться о своем ребенке, если мама будет не в порядке, не в состоянии, не в силах, не в ресурсе. Поэтому здоровый эгоизм первично для себя я. Мои интересы, мое удовлетворение, моя жизнь. Обычная пирамида масла, условно так. И это работает. Это не зря было придумано, выведено. Это вот для формулы быть счастливым, это вот так. Почему люди, вот все, что я назвала сегодня, у вас по-любому у некоторых в голове возникло, да как так, так нельзя, так невозможно, это неправильно. Ребят, это в вашей голове неправильно, потому что вас учат социум ваши родители, ваши семьи, люди, с которыми вы общаетесь, там, не знаю, круги, в которых вертись, и ваша работа, из вас делают удобного, правильного человека. И вы выучили, что так нельзя, что так плохо. У каждого там свои как бы были рычаги давления, да, у кого-то стыд, у кого-то чувство вины, там, неблагодарный ребенок и так далее, фразочки такие, или установки из детства негативного характера. Они у меня тоже были. Вот так скажу. Меня воспитывали точно так же, как и всех. Я просто сделала выводы, все переработала, у вас тоже на это есть шанс стать таким счастливым человеком. Поверьте, и моим окружающим, родственникам, друзьям от этого ни разу не хуже. Им лучше, когда они видят радостного, счастливого, легкого человека, который к ним не лезет, не учит ничему, легко общается, если нужно, поможет, если ты попросишь о помощи. И так далее. Людям от этого самим хорошо. Они какой-то разницы существенной вообще не видят. Но при этом можно жить как вот уныло, под гнетом вот этих ожиданий от тебя или жить для себя в кайф и в радость. Результат, как бы, процесс абсолютно разный, а результат мы берем для общества, для людей, для родственников абсолютно тот же самый, даже лучше еще, чем мог бы быть, чем у тебя хмурого, злого, нервного, гав-гав-гав, вот такого всего. Или когда ты бежишь в интернет писать какие-то комментарии, кого-то обсирать. Ну, это же все от безвыходности, от своей несчастливости, если так можно, да, выразить такое слово, применить фразу такую, от несчастья своего, неустроенности, внутренних проблем. Поэтому будьте более легкими, живите только для себя и своей жизнью. И увидите, какое, скажем так, за этим счастье будет. Что вы думаете вообще по этим пунктам? Если у вас есть какие-то свои лайфхаки, которые здесь были не названы, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть, я тоже их приму к сведению и тоже попробую ввести свою жизненную рутину. В инфобоксе под видео есть моя почта. Если вы хотите обратиться ко мне на психологическую консультацию, просто напишите в теме письма, консультация. Я вышлю вам условия проведения и расценки. Если вы хотите прислать свою историю для публикации на канале от Анонима Респорт, то история от Анонима в теме письма вы пишите. И также в инфобоксе под видео ссылка на телеграмм новостей, самые свежие новости из Турции. Подписывайтесь. Распространяйте видео в соцсетях, так YouTube поймет, что видео нужно и будет еще больше предлагать его другим зрителям. Спасибо. Всем пока.